Фьючерсы на основные американские индексы стартовали со слабой разнонаправленной динамикой. С одной стороны – геопультическая напряженность, а с другой – надеждой на восстановление экономики после пандемии. Инвесторы явно находятся в раздумьях. Рынки сохраняют осторожность после того, как конфликт с США и Китая на этой неделе начал разгораться с новой силой. Вашингтон в среду одобрил законопроект, позволяющий выгнать китайские компании с американских фондовых бирж. На следующий день Китай сообщил о планах ввести в Гонконге новые законы, регулирующие вопросы национальной безопасности. И это вызвало негодование у американской стороны. Дональд Трамп пообещал ответить, возможно, даже действиями. Дальнейшее ухудшение геополитической напряженности способно вернуть акции на территорию медвежьего рынка. Тем не менее, сегодня Уолл-стрит не настроена на полное погружение в негатив. Основные индексы стремятся закончить пятницу с недельным приростом на фоне надежд на стимулирование. Инвесторы также рассчитывают на повышение деловой активности после снятия карантинных мер. Фьючерс на промышленный Dow Jones рос в начале сессии США до 24 421 пункт, набирая 0,18%. На логичную величину поднимался и индекс широкого рынка S&P 500. Индекс доллара USDX поднимался в течение всей торговой пятницы, получая поддержку со стороны ухудшения аппетита к риску. К началу американской сессии доллар замедлил рост по отношению к корзине конкурентов и расположился вблизи отметки 99,70. Это на 32 пункта выше цены вчерашнего закрытия, но на 68 пунктов ниже цены открытия начала недели. Напряженность между США и Китаем, похоже, продолжится, а доллар будет дорожать, особенно по отношению к таким валютам, как евро, фунт и офшорный юань. Тем не менее, торговая сделка между крупными партнерами рано или поздно все равно будет достигнута, поскольку это в интересах обеих сторон. Не в пользу американца стремительное наращивание финансовой помощи со стороны Штатов. Такая поддержка, пострадавшая от пандемии экономики, может привести к девальвации доллара, а также колебаниям на других рынках. Сырьевые валюты попали под давление, поскольку цены на нефть упали, а трейдеры отдали предпочтение безопасным активам, в том числе американскому доллару. Пара USDCAD набрала от вчерашнего закрытия 0,55% стоимости и вновь вернулась на территорию 40-й фигуры. У канадца еще будет возможность отыграть потери. По поводу дальнейшего снижения цен на нефть говорить все же пока рано. Сегодняшнее движение на рынке энергоносителей больше похоже на коррекцию, нежели на новый тренд. К концу торговой пятницы ближайший фьючерс на WTI сократил падение, вернувшись выше отметки в 32 доллара за баррель. Всю неделю биткоин собирался силами, чтобы покорить психологическую отметку в 10 тысяч долларов, но ему это не удалось. Первая криптовалюта осталась в диапазоне между отметками 9800 и 9200 долларов. Вчера биткоин вышел из него, проверив на прочность уровень 8800 долларов. Но сегодня криптовалюта вновь торгуется выше отметки в 9000. Индекс доминирования составляет 66,3 пункта. Текущий диапазон между отметками 9100 и 8800 слишком узкий, поэтому биткоин вряд ли пробудет в нем долго. Стоит обратить внимание на направление выхода, поскольку оно может указать на дальнейший тренд первой криптомонеты и рынка в целом. Закрепление выше отметки в 9100 вернет биткоин диапазон, в котором он находится большую часть недели. В таком случае не исключается и очередной штурм отметки в 10 тысяч долларов и выход на территорию 8800 будет способствовать снижению 8500 долларов. Несмотря на краткосрочные колебания, участники криптовалютного сообщества продолжают верить в благоприятный прогноз первой криптовалюты. В частности, ожидается ралли биткоина к отметке в 50 тысяч долларов. На этом у нас сегодня все. Вы смотрели новости на информационном канале группы компании ИнстаФорекс. Мы желаем вам хороших выходных и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже в понедельник. До встречи!